Ну что же, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Сегодня 11 лекция. Началась осень во всем ее разгаре. Преподаватели болеют. Я тоже болею, но наработать надо. Я надеюсь, что вы все не заболеете, делаете прививки. Хотя уже поздновато делают прививки от гриппа, но лучше поздно, чем никогда. Лечитесь вовремя. Пожалуйста. Кстати, я узнал, что в зимний сезон, когда большая низкая температура, в Москве такое бывает, минус 15, минус 20, минус 30, даже такое в Москве бывает. Есть техника безопасности, как правильно дышать на морозе, чтобы не слечь с воспалением легких и по возможности вообще не заболеть. Медленное дыхание по возможности через мозг или через хотя бы узкий сжатый рот. Ну, как бы прочитать, легко нагуглить, техника безопасности дыхания на сильном морозе. Ну, и не косить резких движений, там, пробежек, по возможности медленное равномерное движение бывает. Ну, и всякие еще там защитные шарки, в какой-нибудь еще что-то, в руках, в конце концов, чтобы дышать через тряпочку. Берегите здоровье, оно нам пригодится для нашего интеллектуального способностей. Итак, мы с вами продолжаем сортировки. Почему так любят сортировки курса по алгоритмам? Дело в том, что нужно на примере какой-то задачи показать различные асимптотики. Вот то, что можно сделать это так, а можно сделать это так, а можно сделать то же самое вот так. И сортировки подходят в этом смысле идеально. Просто идеально. Потому что их много разных. Мы с вами узнали, что такое рекурсия. И можем реализовать теперь парочку рекурсивных сортировок. Я их буду давать в паре, но записывайте их на последовательность. Первая из них это так называемая быстрая сортировка. Полное ее название. Быстрая сортировка куркуара. В чем ее особенность? Она относится к алгоритмам типа разделяйте пласты. Я люблю называть по-другому мальчики налево, девочки направо. Классификация алгоритмов. Вот есть такая вот. Алгоритмы типа разделяйте. На прямом ходу рекурсии. На прямом ходу рекурсии. Ну и третья. Быстрая это она быстрая. Но вероятностно быстрая. То есть не всегда. То есть ее скорость ходимости по n квадрат. Вы скажете, о чем пузырек хуже? Ответ пузырек ничуть не хуже. Есть такие выборки, на которых пузырек оптимизированный сработает вообще за линейное время. Например, уже отсортированный массив. Говорит, ну сортировка методом пузырька, который проверяет, что не было перестановок. Если не было, то заканчивает рамку. То есть делает пузырек операцию. Идеально просто, правда? Раз, и все. А быстрая сортировка при неудачной реализации будет n квадрат операции долбить. Какая она, казалось бы, быстрая. Однако, однако, вероятностно ну это можно вот так вот обозначить, как бы средний случай. В среднем у нее сходимость n логариф по основанию 2 от n. n умножить на логариф по основанию 2. то есть на средней выборке она сортирует очень даже хорошо. Учитывая, что логариф по основанию 2 от n, вы знаете, это функция быстро убывает, ну она медленно возрастающая. То есть ее производная достаточно быстро убывает. Ну вот, так что это почти линейник. Почти линейник. Ну давайте теперь суть. Значит, давайте снова строй солдат. Да? Вот у меня стоят солдаты, которых надо построить по росту. Что я могу сделать? Ну вот считаем, что они вообще рандомно стоят. Да? Я беру, хватаю какого-то, знаете, переставлю, чуть-чуть переставлю, чтобы реализовать как раз самый примитивный. Давай, чуть-чуть, чтобы красиво было, самый примитивный. Вот я взял какого-то из них. Первый. Взял так, мальчики налево, девочки направо. Разделяю на три группы. Первая группа, те, кто ниже. Да? Значит, вот это вот, это у меня будет так называемый барьерный элемент. Барьерный элемент. Схватился за барьерный элемент. Дальше разделяем. Значит, первые три группы. Значит, барьерный элемент порахает три группы. Первая. Те, кто ниже. Вторая группа. Те, кто такого же роста. Такие же. И третья. Те, кто выше. Ясно? Ниже, такие же, выше. Соответственно, мне что нужно расставить? Некоторая, скажем так, подготовка к сортировке, да, дальнейшей, будет состоять в следующем. Я эти три группы распасую. Вначале поставлю тех, кто ниже, потом тех, кто с ним одинаковый, и его тоже, а потом всех, кто выше. Так, то есть, следующий этап, да, следующий этап такой. У меня вот эта первая группа, да, давайте я назову римскими. Раз, два, три. Да, то есть, у меня что, возникли? Ребята, ну, у меня те, кто ниже сейчас, раз, два, да, раз, два, это первая группа. те, кто равны, вот, допустим, я не очень это себе рисовал, но я сделаю одного, который ему прям равен. Те, кто равны росту, и те, кто выше, у меня скупых осталось, раз, два, три. Третья группа. Я закончил сортировку? Нет. Нет, у меня есть сортировка относительно вот этих товарищей, вот этой второй группы. вторая группа уже точно находится на своих местах, ее трогать больше не придется. А вот тут и вот тут, вот в этих двух подмассивах еще будут перестановки, их еще надо доделывать, десортировать. Как именно? Точно так же. То есть мы запускаем, мы там говорим, точно такая же методика сортировки, то есть тоже среди них будут брать барьерный элемент, выбирать, и относительно барьерного элемента сортировать, разбирать на три группы. Вот этот разбор на три группы на самом деле делается за один проход. То есть просто просматриваем, кто в какой, и все. Это делается несложно. Более того, существует реализация алгоритма быстрой структуровки Хуара без использования дополнительной памяти. Я сейчас не буду пытаться его оптимизировать и буду писать максимально коротко на бетоне с использованием чего только можно. Значит, выглядеть это будет примерно так. дэф оа сорт ну тут такой момент. Как функция будет у меня сейчас получать массив, возвращать массив или сортировать его часть. вот я хочу сделать так. Она у меня будет но варианта два. Либо она возвращает какую-то сорту возвращает отсортированный массив не трогая старый. или или она меняет тот же самый. Как реализовать? А? Нет, все равно. Давайте возвращаем. Да, чисто функционально лучше, чтобы возвращала. Ну давайте так. То есть тут она потребляет некий массив а, который она будет соответственно сортировать. Что мне требуется? Первое действие это собственно выбрать барьерный элемент. И вот здесь уже есть некоторая сложность. Самое первое действие поиск барьерного элемента не тривиалит. А, что я творю, ребята? Крайний случай рекурсии. Крайний случай рекурсии. Забыл. Ну первое надо сделать. Самое главное это будет коротко. Первое. Если лен а меньше либо равно одного то есть пустой список или список из одного элемента в этом случае что? Ретернер. Все. Крайний случай обработан. Мне больше ничего не требуется. Забыли. Про крайний случай. Теперь рекурсивный случай. первое выбрать барьерное элемент. Можно не мудро выбрать первый элемент. Вот я так и делаю. Тем более что там точно больше одного элемента. Уж первый нулевой точный теперь что я делаю? Я разделяю на три группы. Как мне это проще всего сделать? Могу одним проходом могу сделать коротко. Давайте коротко. Да? Значит левт группу. Левт. что это такое будет? Это у меня будет список состоящий из элементов A X форм X in A X меньше B Ре у кого то еще я сделал фильтрацию просто вот эти они как были в том порядке остались просто отобраны. Мидл это что? Я напишу ровно x for x in A, if x равно-равно variable. И right, правая часть, третий подмассивчик, x for x in A, if x больше B. Это неэффективно ни по памяти, ни по времени, потому что я делаю три прохода, мне сейчас наплевать, это красиво читается. Согласны? Тишина, значит, согласны. Так не бывает на выборах. Вот. И это правильно. Теперь мне что, осталось left и right отсортировать. Отсортировать. И я это буду делать при помощи хуар-сорт. То есть я делаю что? Что я скажу? Лев равно хуар-сорт от лев. Вот явный вызов рекурсивной сортировки. Правую часть правых товарищей. Right. Класс. Вот. Вот. Right. Минус сортировать не надо. Они все равны друг другу. Они и так все в порядке. Осталось что? Сконкатинировать все эти три списка и вернуть их радостно в качестве результата. Я это сделал прямо в инструкции return. Return. Кого? Correct. Плюс middle. Плюс right. Та-дам. Все. Ну красота. Правда? Почему это хорошо? Потому что... Ну ладно. Я тут три прохода сделал. Негодяи. Вместо одного. Они все равно линейные. Пропорциональны длине сортированного массива. Ну 3n вместо n. Асимптотики не меняли. Дополнительной памяти воспользоваться. Ну будем сейчас... Про память не будем говорить. Можно было без этого. Но... Размеры сортируемых массивов вероятностно очень быстро уменьшают. Ну допустим ладно все элементы разные. Сейчас не будем говорить что там в среднюю группу много попало. Но я тыкая случайного солдатика попадаю так что мне примерно пополам делится. Ну или скажем так вероятностно один к двум третям. Получается что у меня длина этого... Длина двух сортированных массивов уменьшается в два раза. Качество операции на них соответственно меньше. Но если все это аккуратно подсчитать... Аккуратно это подсчитать. То количество уровней рекурсии будет пропорционально логарифму по основанию 2 от n. Общий объем действий на каждой... На каждом глубине рекурсии будет примерно пропорционально алим n. Ну или там 3n. Ну то есть какому-то линейному. То есть будет собственно n у нас на логарифму по основанию 2 от n. Ясно? Я ничего не доказываю. Кто хочет доказательств... Книжка Джордж МакКоннелл. Алгоритмы... Что там... Эффективное построение что ли анализ... В библиотеке есть несколько книжек. Можно взять. Если хотите. Или формы можете почитать подробно. А чем плохо алгоритм пара? Почему я говорю латент квадрат? А вот давайте как я написал так и вы. Вот я... Вся проблема именно вот тут. Вот она проблема. Если массив уже отсортирован. И я хватаю... Давайте солдатик нарисуем. Да, вот эти солдатики. Я взял его. И у меня в первую группу никто не попал. Во вторую. Только он, все остальные во второй группе. То есть у меня что? Пришлось вызывать еще один уровень рекурсии. Да, то есть я обработал всех товарищей. Н операций сравнения. Да, пока я разбивал на три группы. Н операций сравнения. Вот, и... Следующий уровень рекурсии у меня имеет... Массив только на единичку меньше. Значит, и так будет каждый раз. То есть у меня этих уровень глубины рекурсии будет уже не лабиринт по основе 2, а темп. А, собственно, n-1. Или даже n, если считать нулевую самую. Н уровень рекурсии. На каждом уровне рекурсии мне надо пробегать n, ну потом чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше, но это как в сортировке пузырьков. Ну, сумма арифметической прогрессии получается, да? n, плюс n-1, плюс n-2. Я бы считал меня это количество операций? Ну и так далее. Плюс, правда там, плюс 2, плюс 1, да? Это что? Это сумма арифметической прогрессии. То есть 1 плюс n всего пополам умножить на n. Ну это видно, да? Это n квадрат пополам примерно. То есть это квадратичное сходило. Квадратичное количество операций. То есть тут очень сильно все зависит. Вот для отсортированного массива ровно то, что я написал, плохо. Ну вот ситуация с уже отсортированными массивами, подаваемыми на сортировку или почти отсортированными, часто встречается. Соответственно что? Возникнет ситуация, что быстрая сортировка квара то работает быстро, то работает отвратительно. Вот чтобы она более-менее всегда работала быстро, надо барьерный элемент выбирать случайным образом. Каким элементом? From Random Import Choice Есть такая функция, которая умеет из списка вот так вот карту из колоды вытаскивать случайный элемент. Barrier равно Choice Ну я мог бы написать сам, написав там run int от 0 до len a-1 Ну вот так проще. Barrier равно Choice Все. Теперь у меня не будет проблемы сортировки с уже отсортированным массивом. То есть он будет, когда я буду выбирать барьерный элемент, то я буду случайно тыкнуть в кого-то и уже относительно не в сортировке. Ясно? Не средний. Не средний. Ну что если он, я говорю, это именно случайный элемент. Попасть, нет, была бы идеальная ситуация, попадание в медиану. Медиана массива это элемент, который оказался бы при его сортировке ровно в середине. Но поиск медианы это задача нетривиальная. Поэтому, как сказать, сводить задачу нетривиальной смысла нет. Мы не выгодаем для чего-то. То есть тогда сама вот эта вот сама задача поиска медиана, она станет самой тяжелой здесь. Поэтому тут лучше уж случайный элемент выбирать. Тогда это дает выгодку. А если мы возьмем средний из первого, среднего и конечного, то это будет больше вычислительных? Ну это, скажем так, по крайней мере не традиционная сортировка фуара. Я ее что-то не помню такой. То есть взять некий условно средний элемент, вот взять несколько штук, из них что-то среднее вычислить. Но это возможно только в той ситуации, когда мы можем вычислить среднее. А если я сортирую строки, это не числа, а строки. Строки сравнивать можно, а складывать, вычитать и делить пополам нельзя. Правда? Что является словом между мышь, маусом и кэт? Да, маус плюс кэт пополам. Логично, да? Совершенно не очевидно. А лексикографический порядок существует. То есть объекты, будучи сравнимыми, совершенно необязательно не поддерживать арифметические операции. Или в том смысле, да, строки поддерживают. Плюс. Но не в том смысле. А тут здесь изменения будут работать со строками? Да, да. Быстрая сортировка является сортировкой универсальной. В ней нет никаких предположений усортируемых. Даже более того, элементы равные друг другу могут отличаться. И в том алгоритме, который я написал, они будут сохранены отличными. То есть они, будучи равными барьеру, а сохраняемые, я видел, не барьер, а х. То есть если эти солдаты имеют имена, а сравниваются по высоте, то они будут идти в исходном порядке по именам. Так. С быстрой сортировкой хуара. Финиш. Ну что, следующее. Ее тоже надо назвать быстрой. Быстрая сортировка. Ой, что же я сетер со мной? Когда-то, а так сложилось, что мне не рассказали про информатики. Быструю сортировку. Эти стихи. И когда я стал семинаристом, мне надо было ее рассказать. Вот я сидел, решил мне не книжку почитать, а выдумать. Я выдумал быструю сортировку. Только оказалось, что я выдумал другую. Не Хуара, не Кликсонс, которая называется Кликсонс, а другую. С той же самой осепточкой. Тоже репульсивной. Это быстрая сортировка. Она такая же быстрая и даже быстрее. Называется она слияние. Сортировка слияния. И если та называется обычно просто Квик Сорт. Но быстрых сортировок много. Нельзя сказать, что она единственная быстрая. Я ее уже унизил, сказав, что она М квадратная, по-моему. А эта быстрая сортировка слияния называется еще Мэрдж. Мэрдж. Сор. Англез. Она. А вот сказать, что она относится к разделе и властву, мне трудно. Но скорее да. Скорее да. Но принцип этого разделения. То есть вот не такой. Там нет такого вот, чтобы барьера было. Там нет барьера было. Поэтому все таки не разделяем властву. Она производится на обратном ходу рефорции. Спасибо. Что я имею ввиду? Сортирующие действики в сортировке Хуара производятся вот тут. А уже потом заранее подготовленные кусочки досортировывают. Понятно? То есть здесь происходит сортировка в прямом как бы направлении. Там вначале отсортировали так глобально, расставили, разбросали туда налево, мальчик налево, девочки направо. А потом продолжили уже мальчиков, отдельно девочек сортировали. А здесь сортировка мечтательная. Значит третье, что там было, это ее асинтодика. Вот у этой сортировки честный от M умножить на логарифт по основанию 2 от M. В чем ее идея? Давайте помечтаем. Помечтаем, что кто-то уже отсортировал наших солдат. Левую половинку строя и правую половинку строя тоже отсортировал. Я своим заместителям сказал, вы там отсортируйте, ребята. И они уже отсортировали. Мне осталось уже только половина этой работы. Что я буду делать? Я беру сюда и сюда себе указатель. Так, ты. Кто из вас меньше? Ты меньше? Ты первым пойдешь. Рядышком ставлю себе второй список. Так, сравниваю. Ты и ты. Ага. Ты меньше, значит ты пошел первым. Отлично. И, соответственно, я сдвинулся дальше. На вторую. На вторую. Кто из вас меньше? Ты. Ага. Значит ты пойдешь, да? Оп. Этот пошел. Дальше. И указатель, соответственно, сдвинул. Ну и итератор, счетчик. Кто из вас меньше? Ты или ты? А, ты. Значит ты пошел. Да? Дальше сравниваю, соответственно, кто мне пошел сейчас. Я это отправил, да? Значит, этот указатель на месте стоит, а здесь следующего беру. То есть отсюда один ушел, отсюда два ушло. Да? Этот и этот. Этот пошел. Раз. Так. Следующий. Вот этот пошел. Раз. Да? И потом этот пошел. Да? Смотри. Кто этот? Кто этот? Кто этот? Значит, этот пошел. Раз. И последний. Просто. Купипасса. Мне очень нравится такая аналогия. Представьте себе, что вам нужно отсортировать тысячестраничную книгу, которая рассыпалась по листочку. И вы попросили двух своих друзей. Вы просто взяли пополам. Сказали, так, ты отсортируй и ты отсортируй. Они разобрали эти листочки по порядку. Первый. Пятый. Шестой. Десятый. Одиннадцатый. Одного. Второй. Третий. Четвертый. Восьмой. И так далее. А дальше ваша задача какая? Вы берете два листочка сверху этой пачки. Смотрите на них. Берете листочек, у которого меньший номер страницы. И кладете в стопочку. С той стопочки, из которой вы только что этот листочек убрали, берете следующий листочек. И опять сравниваете. Где номер страницы меньше? Здесь по-прежнему. Отсюда перекладываете. Пока здесь страничка будет с меньшими номерами, два отсюда их перекладываете. Два. Потом смотрите. У этой странички меньший номер два. Отсюда перекладываете. Берете с этой папочки. Стопочку следующую. Алгоритм слияния двух уже откровенных массивов прост и линейный. Слияние двух массивов это линейный, однопроходный алгоритм. Понятно? В нем есть минус. Он требует дополнительной памяти. То есть, мне нужен временный массив. Временное убежище на хранение этих элементов. Потом-то я их верну и эту память могу освободить. Но эта дополнительная память, к сожалению, неизбежна. Вот это маленький минус его. Хуар. Хотя вот та реализация, которую вы там сейчас видите. Она требовательна к памяти, но он может быть реализован прямо в том же массиве. Без дополнительной памяти. А здесь требуется память. да? Собственно, ну как, в тех же обозначениях, да? То есть, объема пропорционального количества элементов. так что, есть маленький минус. Но если памяти не жалко, а память обычно не жалко, почему бы нет? Невелика расплата за честный n логарифм. Итак, теперь, что осталось? Осталось реализовать. Ну давайте так, перед тем, как я, собственно, напишу алгоритм, давайте сделаем функцию merge. Заготовим функцию merge. Merge A, скитая B. Требование, что A и B уже отсортированы. Перерыв. Отдыхать. Итак, реализуем алгоритм merge. Первое. Нам понадобится список результатов. Далее. Я показал его пустым, сейчас буду добавлять в конец. Я начальнию указателя итератора i и j кладу в нули. И будем показывать на положение элемента текущего в списке A, j на положение текущего элемента в списке B. До каких пор мне надо продолжать, собственно, процесс слиять? Пока одна из этих терминов стопок, листов страниц книги, две стопки. Одна стопка закончилась. Что я дальше делаю? Но очевидно, что если у меня оба отсортированы сами к себе, и вдруг последний листочек, который оказался меньше, чем этот листочек, уже ушел. Я беру вот всю эту пачку оставшуюся и просто перекладываю сверху туда. Все элементы оставшиеся тут больше, чем все элементы, которые уже ушли. листочки. Поэтому нужно продолжать, пока хотя бы один из массивов A и B не будет досмотрен до конца. т.е. пока I меньше лент A и G меньше, чем лент B. Пока они указывают на реальные элементы. И что я делаю? Я добавляю в рез тот из элементов, либо A и G, либо B житый, тот из элементов, который меньше. Если A и G меньше, чем B житый, то какой элемент я добавляю? Рез точка элементы A и B. При этом что я должен не забыть сделать? Увеличить I. Потому что я этот элемент I уже добавил. Надо брать следующий из той же стоп на следующий этап. I плюс равно 1. Иначе. 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 Рез точка Эпенда. Божитый. И G плюс равно 1. Что я сейчас забыл сделать? Что еще не доделал? Докладывание оставшейся стопки. Можно написать так. Если у меня I равно лент A, то добавить B в оставшуюся часть. Иначе добавить оставшуюся часть A. А можно сделать, знаете, проще. Срезы с двумя параметрами никогда не вызывают ошибки. Срез, у которого параметр находится за пределами списка, он просто оказывается пустым. Пустым списком. Да? Поэтому пустой список при конкатенации к другому списку его не меняет. Соответственно, два среза A и B житые двоеточие. Один из них обязательно пуст. Ну потому что я из этого цикла выйду только тогда, когда либо I равен лент A, либо G равен лент A. Поэтому я, короче говоря, могу оставшиеся элементы добавить вот таким вот махом. А. Рез. Да? М-м-м. Плюс равно. Я прям список сейчас туда так откатенирую. Плюс равно кто? А, начиная от I и до конца. Возможно пустой, возможно нет. Плюс B, начиная от G до конца. Ну один из них точно пустой, поэтому мне, ну понятно, да? То есть это фактически реализует мне то, что требуется. Докладывание двух стопок, одна из которых точно пустая. А одна другая что-то содержит. Все. Отлично. Значит рез содержит слитые отсортированные два массива и нужно его вернуть как результат. Ретерн рез. Несложный алгоритм? Несложный? Ну а теперь смотрите какая красота будет. Собственно алгоритм сортировки. Маруш, сорт. Не забываем, что крайний случай. Сортировка рекурсивная. Крайний случай должен быть. Крайний случай. Когда легко сортируется массив? Да? Когда длина его. И мы постепенно что-то будем уменьшать длину, разбивая его напополам. Вот. Соответственно, когда длина А меньше либо равна 1. Ретерн А. Оп. Все. На этом про крайний забыли. Здесь я оказываюсь только если иначе. Ретерн А. Потому что рекурс будет. И так. Что я делаю? Во-первых, давайте разберемся на left и right. Очевидно, что левая часть списка, ну я прям возьму пополам и разрежу. Ну примерно пополам. С отбрасыванием остатка. Потому что список может иметь нечетное количество элементов. Так. Лев равно срез А от начала до лен А на цело на 2 с отбрасыванием остатка. Правая часть это А, начиная от лен А с отбрасывания остатка до конца. Почему я не делаю плюс 1? Почему? Потому что в питоне правая граница среза не включается в срез, а левая включается. Ясно? То есть этот элемент здесь отсутствует в этом срезе, а здесь присутствует. Так что все равно. Теперь что мне нужно сделать? Отсортировать эти две части. Кем? Попросить друзей. Ну то есть самого себя. Попросить на часов. Лев. Если друзей больше нет. Лев равно. Мэрнж. Сорт. От лев. Райв. Мэрнж. Сорт. От лев. От лев. Отправим. Так. От лев. Все осталось. У меня осталось, собственно, самое главное, их надо слить. Да? Так, значит я делаю что? Return. слитый мерч как раз вернется в результат, вот вверх и right. Она записывается короче, на самом деле по той причине, что я сортирующее действие вынес в отдельную сумму. То, что на обратном ходу рекурсии видно, потому что это всего лишь предварительная подготовка, разбиение на два подмассива, на две подзадачи. То есть я мог на самом деле вот это дело прямо вот сюда запихать для сокращения количества строк, но ради понятности я вот так это форматировал. А собственно сортирующее действие после того, как отсортированы. Да? Ясно? Не ясно. Вот еще раз. Представь себе, что у вас есть друг, который умеет сортировать. но он дает засортировать негодяй массивы не больше определенной длины, не больше 50 элементов. А у вас дали отсортировать 100 элементов. Да? Вы говорите, друг, отсортируй мне массив вот у тебя размером 50. Раз. Он отсортировал. Отсортируй вот этот. Он отсортировал. А дальше вы делаете известным уже понятным образом, да? слили и вернули. Правда, красота? Ну это понятно. Теперь вопрос. Кто этот друг? Но никаких проблем. Можно этот же алгоритм, он умеет сортировать, конечно же, не только массивы длины 100. Почему бы ему не отсортировать массив длины 50? Он сделает это точно так же. Побьет напополам и предложит это сделать самому себе дважды. Да? И так будет продолжаться это углубление до тех пор, пока не дойдет до конечной сортировки. Ну давайте я вам построю дерево, чтобы оно было понятно. У меня функция, которой дали отсортировать 5,3,2,5,3,1,2,4. Да? Вот ей дали отсортировать вот такой список. Она говорит, не умеет я. Да? Что он делает? 5 элементов, 5 лен, а, 5. Пополам. Собрасываем остатка 2. Элемент с индексом 2 не входит в левый срез. Да? В правую. Значит что? Нужно вызвать две функции сортировки. Одну для списка 5,3, а вторую для сортировки списка 1,2,4. Да? Эта функция лен, а, меньше либо равно 1? Нет. Она говорит, не умею я. Она говорит, надо отсортировать мне список длины 5 и список длины 3. Да? Эти списки сортируются тривиально. То есть она тут же возвращает, да, сортировано. Да? И происходит что? Их слияние. Оно будет, оп, в общем виде, вот эта функция вызвана, но реально оно тривиально. То есть их слияние, то есть отсюда вернется, отсюда вернется, после чего она говорит, у меня две отсортированные половины. 5 и 3. Какая из них меньше? 3 меньше. Значит, 3 пойдет. Да? То есть вот это дело преобразует то, что. 3 первой пойдет врез, ну вот там, да? 5 пойдет в оставшиеся кусок пачки. И этот 3,5 возвращается в качестве результата. Да? Этот товарищ разбивает напополам. У него отдельно пошла единичка, которая тут же вернется. На второй раз он зовет 2,4 сортировать. Да? 2,4 длинный. Да? Его надо еще пометь на кусочки. 2,4. Да? Но они быстро возвращаются. После чего он делает слияние. И оказывается, что он сливает 2,4 собственно в 2,4. Да? И возвращает эти 2,4 туда. Теперь у списка 1,2, который 1,2,4 отдавал сортировку, у него есть две половины. Половинка состоящая из списка длины 1, там 1. И списка содержащего 2,4. В одном из институтов европейских сделали видюшки для обучения сортировкам. И там народ танцует ленгерские танцы и сортируется на груди и на спине числа. Ну и там, собственно, меркш сорт тоже есть. Можете посмотреть. Конечно, самое там красивое, по-моему, бабл сорт. Бабл сорт кунгариан дэнс. Вот. Хунгариан. Можете посмотреть, когда судим. Вот. Ну вот потом в итоге, что он сливает 1,2,4. Ну естественно, понятно, что он сливает в 1,2,4. У него что? 2 уже массива есть. 3,5 и 1,2,4. Ясно? Остается применить этот алгоритм, который их аккуратно соберет в 1,2,3,4. Теперь понятно? Ну то есть здесь, как у факториала, есть вот это раздвоение дерева, но каждый раз сложность задачи падает не на единичку, а в пополам. Длина массива упополамливается каждый раз. Поэтому высота этого дерева невелика. И количество действий, несмотря на то, что здесь вроде как происходит бинарное дерево такое, да, количество реальных действий сортирующих невелико. А получается на каждом, на каждом уровне этого дерева мы можем заметить, что количество суммарной длины массива равны собственно длине исходного массива. То есть количество действий на каждом уровне или курсе на каждой глубине равно n, порядка, ну да, пропорционально n. А глубина от чего зависит? От чего зависит глубина? Так, исход тоже от исходной длины, то только это сбалансированное дерево, и оно хорошо сбалансированное. Логарифт в основании 2 от n примерно округлить и до плюс 1. В самом худшем случае. Так, двигаемся дальше. Это не последнее, что сегодня я должен вам сказать. Есть одна забавнейшая сортировка. Не репурсивная, но такая же выстрая. Ее называют красивым словом пирамидальная. Пирамидальная сортировка. Казалось бы, она прекрасна. У нее совершенно честная, она относится к сортировкам при помощи структур данных. Она использует структуру пирамида. По-русски так пирамиду обычно не называют. В английский ее называют хип. А? Пирамида. В английском хип. Ну и второе русское название, которое чаще используется, это куча. Но называется она не кучная сортировка, а все-таки пирамидальная. Вот. То есть два названия этой структуры данных. Куча или пирамида. Вот. Поэтому для того, чтобы рассказать суть этой сортировки, мне хочется рассказать про эту самую структуру данных пирамид. Или куча. Второе. Она не рекурсивная вообще, поэтому я пропускаю пункт на прямом, на обратном структуре курсе. Сразу пишу ее асимптотику. О от логарифта по основанию 2, ой, прошу прощения, от n умножить на логарифта по основанию 2. Итак, что такое пирамида? Мы сейчас не будем писать свою пирамиду. Мы воспользуемся стандартной, которая есть в питоне, чтобы сократить время. Но что это такое, знать надо. Кто сильнее, тот лезет наверх. Самый сильный наверху. Да, он всех спихнул и сам залез наверх. Но в данном случае лезут числа по головам. Вот давайте попробуем подобавлять числа пирамиду. Допустим, число 7. Вот оно встало, сейчас оно на верхушке. Добавим число 3. Ну, в конец. В конец пирамиду у меня пирамида будет бинарным деревом. Соответственно, 3 полезло сюда. Следующее число. Следующее число. 5. Ну, тоже получилось. 5 у меня не больше, чем 7. Но у меня здесь уже есть. Да, здесь как раз свободненько у меня. Поэтому у меня 5. Сюда вот. Конец кучи тут, куда можно встать. Так, следующее место, куда, собственно, будет идти заполнение, если у меня придет кто-то слабенький, будет вот здесь. Ну, допустим, у меня пришло число 4. Оно для начала отправляется в конец кучи. То есть, куча представляет из себя, я не рассказывал про графу, про это будет в следующем семестре, покровненько. Но все равно я вот вынужден произнести слова. Это бинарное дерево. Вот. Ну, в общем, вот выглядит, короче говоря, вот так. Это пирамидка. Причем оно всегда сбалансированное. А только нижний уровень, причем оно очень хорошо сбалансировано. А нижний уровень заполняется слева направо. Вот, соответственно, у меня вот сюда встала 4. Но это же не нормально, неправильно, правда? И вставшее число пытается скинуть в тройку. Ну и успешно это делают. И они меняются места. Оно пытается скинуть в семерку, но извините, семерка больше. Поэтому одна четверка остается на своем месте. Я хочу взять и добавить число какое? Давайте 8. Число 8 вначале идет в конец пирамиды. Да? То есть в нижний уровень слева направо. Да? Потом происходит его подъем наверх. 8 меняется с четверкой местами. Да? После чего? Ну, то что четверка, если бы там кто-то был ниже, там было точно бы все в порядке. И естественно, если четверка меньше восьмерки, то восьмерка точно больше тройки. То есть тут перестановок-то точно не будет никаких. То есть это все сидят молчат. Да? Только восьмерка сейчас карактует, забег. Испичивает. Так, восьмерка и семерка. Оп! А я насильней. Но поскольку семерка была больше той цифры, которая тут только что стояла, поэтому опять же, мне не нужно тут каких-то перестановок. Тут никто больше сражать не будет. Только восьмерка поднялась, да? И на этом все успокоилось. Она больше семерки, поэтому она автоматически больше пятерки. Транзитивность не разница. Ясно? То есть вот такая борьба каждый раз происходит с подъемом наверх кучи, когда я добавляю новый элемент. Добавил новый элемент, все поднялся. На что нужна такая структура данных стран? Что в ней является оптимизируемым? Что в ней оптимально быстро делается? В ней за мгновенное время мы находим максимум. Наибольшее число мы берем оттуда сразу. Ну, оно лежит здесь сразу, на верхушке. Куча нужна для того, чтобы пускать максимум. В любой момент времени добавляем элементы, а у нас максимум все время есть. Добавление элемента происходит, конечно, не мгновенно. Потому что, когда мы добавляем элемент, возможно, количество перестановок равна высоте дерева. Ну, количество вот этих ледов. Высота дерева, правда, равна логарифту по основанию 2 от n от количества хранимых элементов. Поэтому не так долго добавляется. Да, логарифт в основании 2 от n от времени добавления элементов. Зато оттуда и добывание. Когда я беру и убираю отсюда восьмерку, то мне нужно что сделать? Что мне нужно сделать? Я хочу забрать оттуда максимум. Чтобы сохранить свой спокучий. Я могу сделать так. Я могу взять и последний элемент, который в куче был, поставить наверх. После чего осуществить его спуск. То есть, уронить его налево. Если он налево не может упасть, то направо. Ну, налево он может упасть. Семножечко встал на его место. И, собственно, на этом. Дальше проверяю. У него все в порядке. Да, он больше своих элементов. Ниже лежащих. Значит, все, он на своем месте встал. То есть, убираем, сколько? Максимальное количество спусков равно высоте дерева. Логарифт в основании 2 от n. То есть, добавление нового элемента. Логарифт в основании 2 от n. Взятие максимального элемента с удалением его из кучи. Логарифт в основании 2 от n. Довольно быстрый действие. Что мы делаем? Первое действие. Глобальное первое действие. Запихать всех в кучу. Запихать все числа в кучу. Да? А потом что? Второе. Доставать их по очереди. По очереди. По очереди. Так, у кого нужна куча. Я сейчас показывал кучу, как в церкви горы. Где максимальный наверху. Но ничто не мешает организовать, где минимальный наверху. Соответственно, по очереди минимальный элемент. Там не нужна куча, заточенная на минимум. Минимальный элемент. И класть в список. И класть в список. Так. Давайте. Напишу ее. Забавно то, что куча хранится в обычном массиве. В обычном списке. Прошу прощения. По порядку. Вот так вот. Вот. И старшинство элементов определяется их индексами. И умножить на 2. И умножить на 2. Плюс 1. Но сейчас не надо. Это знать об этом. Думать. Но. Это. Особо интерпретируемый список. И дополнительной памяти даже не нужно. Делается это примерно следующим образом. Так. Пробой. Скорее открывай. Итак. HIP 40A. Что я сделаю? Я скажу A равно. Так. Даже не надо A равно. По-другому. HIP и PHY A. Это стандартная функция. Которая находится в модуле. HIP Q. From. HIP Q. Импорт. Звездочка. Все что там есть. HIP FY A. Теперь что мне нужно делать? Вытаскивать оттуда верхний элемент с сохранением свойства кучи. Это соответственно HIP POP. HIP POP. HIP POP. Мне нужно вначале создать список длин 0 и результат. Резать. Куда я буду собственно это перейдить. И дальше я говорю. Пока. Куча не кончилась. Пока. А. А. Не равно 0. Что я делаю? Я говорю. Х. Равно. HIP POP. А. Причем эта операция собственно удаляет элемент с вершины кучи. Сама разбираясь и спуская, поддерживая свойства кучи. Уменьшая ее длину. После чего этот х надо что пихнуть в конец этого реза. Реза точка. Депендент. Х. Все. Притерну. Приезу. Ну я не говорю о том, что можно опять же сократить, засунув это сюда, количество операций, количество строк сократить. Да? Большая часть строк спрятана там. Все спрятано там внутри. Так. Отлично. Ага. Так. Все. 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 Почему она плоха? Почему она плоха? Почему она плоха? А у нее есть третье свойство. Она неустойчивая. Она неустойчивая. А что это за свойство устойчивый, неустойчивый? Придется рассказать. Оказывается, среди рассказанных мной вам сокровок, есть устойчивые, а есть неустойчивые. Большинство, правда, тех, которые я рассказал, устойчивые. Устойчивость сортировки, как свойство сортировки. Что это значит? Сортировка называется устойчивой. Сортировка называется устойчивой. Если равные друг другу элементы, равные друг другу элементы, остаются в исходном порядке. Дело в том, что сортировка сортирует часто не просто числа или не просто строки, а к этим числам или строкам есть присоединенные значения. Типичная задача. Я взял и сделал из вас список, единый список студентов, в котором у меня есть ваши оценки, посещаемость по семинарам, много столбцов в табличке. Я взял и решил отсортировать вас всех по фамилии в лексикографическом порядке. При этом мне важно, чтобы ваши посещаемости, баллы вместе с фамилией перемещались. То есть это кортеж, это не просто так отдельно фамилия отсортировала, все остальное как было, так и осталось. Понимаете, да? При этом ваша посещаемость никак не отражается, ваши оценки никак не отражаются на сортировке. Или, короче говоря, при сортировке у меня сортируются часто кортежи, которые содержат в себе пары ключ-значений. Ключ состоит из какого-то количества свойств, значений из какого-то количества свойств, это могут быть достаточно сложные типы данных. Но есть различие между сортируемыми элементами, оно может быть, если мы тупо сортируем ключи, то без проблем. Тогда неотличимы два элемента, неотличимы друг от друга при сортировке, неустойчивы, поэтому нам не важно. А если различимы два солдата, ну это Петя и Вася, а Петя стоял левее в оси, а теперь стоит правее после этой сортировки, то возникает некоторая проблема. Как можно сделать любую, вот хип, сортировка неустойчивая, но любую неустойчивую можно сделать устойчивой. Для этого надо взять и добавить к исходному ключу, расширить хип, добавив к нему, я вам напишу плюс, только вы понимаете, что это плюс, в смысле добавление к ключу некоторой дополнительной информации. Хип плюс исходный порядок. То есть при прочих равных, у меня нужно просто расширить ключ, записать туда число порядка в исходном массиве. И при прочих равных у нас дополнительное число будет сортироваться. Ну и последнее, что про сортировку я вам скажу. Стандартная функция сорт умеет сортировать картежи. То есть стандартная, прагматическая сортировка TeamSort, которая реализована в питоне по стандарту. Она очень хороша, она на почти сортированных массивах ведет себя так же хорошо, как пузырек, то есть линейно. На сложных, она универсальна, то есть она умеет в отличие от разрядной, подсчетом, она умеет со всеми работать типами данных. Худший случай, это n логарифм по основанию 2 от n, то есть это не хуар, который иногда выстреливает n квадрата. И она еще и устойчивая. Так что TeamSort стандартный в питоне хорош. А что еще про него? Что он на клик сорте? Нет, он не на клик сорте. Это современная прагматическая сортировка, она является комбинацией сортировок. То есть в какой-то момент он переходит на другие сортировки, начиная с некоторой длины массива, тот же доказано, что пузырек, тот же начинает с некоторой длины массива, эффективнее бы хуар. Я не знаю, я не знаю подробностей, не изучал, я знаю ее свойства. Что-то я не сказал. А, я хотел показать. То есть я могу взять и запустить сортировку на какой-нибудь вот такой массив. 1,3,3,2,4,5,8,9. Кортежи сравнимы друг с другом. Давайте я сделал 1,9. Кортежи сравнимы друг с другом. Я их плохо написал. Давайте 3,5,3,2. И в случае, если в начале кортежи сорокируется по первому элементу, если я напишу сорт А, то после этого А у меня будет выглядеть как? Как он будет выглядеть? Это 1,3,1,9. Почему? Потому что они различаются по второму элементу и отсоркаются по второму элементу. Значит, дальше что? 3,2, потом 3,5. Ясно? Поэтому порядок следования элементов в кортежах имеет значение для сортировки. Чтобы стандартная сортировка сортировала вам легко и удобно так, как вам надо, вы можете просто подгадать порядок элементов. Все, на этом все. Спасибо большое.